А вот как сделать Москву комфортабельным городом решали сегодня в президент отеля. Там прошло совместное заседание высшего и генерального совета в партии «Единая Россия», где и было объявлено о планах по запуску нового партийного проекта. Однако главной темой этой встречи стала реализация послания президента. Владимир Кондратьев присутствовал на заседании. Прежде было принято говорить, отмечалось сегодня на заседании «Единая Россия», мол, следующие поколения будут жить лучше нас. Наша цель сделать так, чтобы хорошо жило и наше поколение. Так решили сегодня «Единая Россия». В заседании высших органов партии предшествовали дискуссии на местах по всей стране. А лидер партии Владимир Путин накануне подписал правительственный документ по исполнению конкретных поручений президента. Сегодня все идеи и предложения сводятся воедино в партийный план действий по реализации послания, за который отвечает Сергей Неберов. Он пришел на смену Вячеславу Володину, заменившему в правительстве Сергея Собянина. А в отличие нынешнего обсуждения от обсуждения, скажем, в советские времена, членами партии отчетного доклада генерального института ЦК КПСС съездом. Отличие это сегодня конкретика, та, которая сегодня прозвучала здесь. Я просто помню свидетелям, когда у меня преподаватель, который преподавал обществоведение, он говорил, как я вам завидую, вы жить будете при коммунизме. Борис Грызлов в своем докладе особо остановился на проблеме многодетных семей, которую поднял в послании президент. Нашему звукооператору Игорю, отцу троих детей, особенно понравился пассаж, где речь шла о льготах не только при рождении третьего ребенка, а и семьям, где третий ребенок уже есть. Сами регионы могут внедрить у себя практику некоторых субъектов федерации, где бесплатно выделяются участки под строительство дома или дачи для семей, в которых появился третий ребенок. При этом не забывая о тех семьях, где трое детей уже есть. Не столь часто комментируется инициатива президента о патриотическом воспитании детей и молодежи, но в партии про это не забыли. Восстановление памяти, сохранение памяти от подвига дедов и отцов это тоже важнейшее направление. Мы сейчас готовим закон, который, на мой взгляд, кардинально улучшит поисковую работу в стране. Выходцы из силового блока в партии поддерживают президентские предложения по коренной модернизации армии, но на возможность вступления России в НАТО смотрят скептически. Конечно, утопическое такое. Топическое? Да, но нет, оно просто невозможно, потому что Россия совершенно другое государство. Мы, во-первых, не можем идти ведомой, ведомой, подчеркиваю, по каким-то канонам. Не оставляет партия без внимания и тревожные явления в молодежной среде, вылившиеся в столкновение с милицией. Это как-то связано с тем, что молодежь у нас недостаточно занимается спортом? Да, некуда энергию выбрасывать, потому что если бы не просто болеть по телевидению, а заниматься самому, то не будет сил на такие глупости. Руководство партии призвало своих членов удвоить усилия. Наша поддержка нужна президенту России Дмитрию Медведеву, сказал Борис Грызлов. Он подчеркнул, что речь идет не о начале работы с нуля, а о продолжении, начатого прежде. К сожалению, в последнее время мы очень часто слышим, президент сказал о своем взгляде на будущее. План Путина, стратегия 2020 провалились. Модернизация страны, это и есть модернизация стратегии 2020, приспособление к тем новым вызовам, которые бросает нам время, и естественно те задачи, которые в этой связи возникают. Похоже, Единая Россия решила не ограничиваться интеллектуальными разговорами по поводу президентского послания и выдвижением новых инициатив в развитии тех, что уже содержатся в послании. Как сообщается, представители партии на местах уже проводят мониторинги наличия мест в детских садах и составляют перечень зданий под детские сады. Именно таких действий население ждет от партии, которая считается стране правящей. Владимир Кондратьев, Владимир Авдеев и Игорь Боярских, телекомпания НТВ, Москва.